В последнее время российские власти и федерально-фекальные СМИ активизировались в направлении сказочных басен о всемогущей армии скрепного государства. То Армату грозят закупить, то ракеты с гиперхреном обещают подвезти. Правда, не сейчас, чуть позже, когда деньги появятся. Через энное количество лет с постоянными переносами по срокам, объемам закупок и датам. Такая себе дорожная карта с красивыми фишками, которые существуют только в кремлевских влажных фантазиях. И поскольку про картонорожденные Т-14 Армата мы совсем недавно рассказывали, то пришло время затронуть еще один предмет гордости Шалопая Пу. Речь идет о пресловутом белом лебеде, бомбардировщике Ту-160. Священный Грааль любого патриота и один из главных аргументов для любого фаната русского мира. Мы не станем обсуждать тему создания этого корыта, сравнивая его с американским B-1B, с которого советские вояки и скопировали конструкцию своего лебедя. Давно доказано, что Ту-160 создавался с плотной оглядкой на бомбардировщик США. Единственное различие – это концепция боевого применения и размеры. Российский самолет больше, тяжелее и менее маневренный, поскольку главная задача этой небесной коляски для инвалидов – запуск крылатых ракет Х-55. Американский аппарат исповедует совсем другую тактику применения. Это аппарат для маловысотного прорыва ПВО и возможности полета на сверхмалых высотах. Своебразный сверхзвуковой грузовик для бомб, который может залить свинцом огромную площадь или сбросить и на бункер высокоточные презенты. Так или иначе, сегодня в сети появились громогласные заявления представителей пропагандонии, которые сообщили о завершении заводских испытаний Ту-160М. Это ракетоносец, прошедший так называемую глубокую модернизацию и получивший ряд улучшений, в частности двигатели НК-32 второй серии. Казалось бы, опять победа и выкатка обновленной дубины, которой можно потрясти перед Западом. Но исходя из практики последних 20 лет, каждый адекватный человек знает, что с российским ВПК так просто не бывает и где-то зарыта дохлая собака. В случае с Ту-160М без этого, конечно же, не обошлось. Российские СМИ стесняются упоминать, что Минобороны прямо сейчас судятся с компанией Туполев из-за упомянутых бомберов. 4 марта этого года как раз прошло очередное заседание по данному делу. Причина междоусобной войны – провал в программе модернизации Ту-160. Согласно контракту 2016 года, подрядчик должен был построить 10 обновленных самолетов и модернизировать 16 существующих болванок. А срыв по контракту произошел из-за того, что местные инженеры не смогли перестроить корыто под новые ракеты сверхбольшой дальности. К слову, сама ракета пока напоминает очередную сказку солнцеликого Ботокса, поскольку о ней давным-давно ничего не слышно. Срыв по срокам модернизации обошелся Рахляндии в 5,5 млрд рублей как минимум. Еще один интересный факт, касающийся Ту-160М – это количество машин, которые в отдаленном будущем появятся в распоряжении скрепных вояк. Дело в том, что Россия имеет всего 16 тушек на данный момент, подавляющее большинство машин до советской постройки, которые доводились до ума многие годы. При этом впервые Ту-160 применили только во время российского вторжения в Сирию. С помощью стратегических ракетоносцев и крылатых ракет Х-101 путинские прислужники бомбили мирное население. Впрочем, здесь особо нечему удивляться, учитывая схожую историю с ржавым авианосным крейсером Кузнецовым. Тут главное потушить и дымящееся седалище ПУ, который мнит себя великим полководцем, а позор на весь мир – это уже второстепенный вопрос. В 2018 году в Кремле били себя в грудь и кричали, что построят 50 модернизированных Ту-160. Но сказки рассказывать не мешки ворочать, как известно. Впоследствии выяснилось, что денег нет, но вы держитесь, и количество заказанных машин сократили до 10 единиц. Далее появились проблемы со сроками, ведь первый серийный образец должен сойти с конвейера в 2021 году, но только сейчас Ростеху передали самолет для полевых испытаний. Первые самолеты в лучшем случае пойдут в серию в 23-м, и то не факт. К слову, один агрегат обходится налогоплательщикам РФ и как минимум в 250 миллионов долларов. Это без распильных подробностей. Преступный режим хочет набрать 26 упомянутых Тарантаек, 10 из которых будут построены с нуля, а 16 пройдут глубокую модернизацию. И все это добро будет стоять и ржаветь, поскольку специфика применения этих самолетов не отличается универсальностью, в отличие от того же B-1B Lancer. В итоге РФ можно поздравить с еще одним бесполезным хламом аэродромного базирования. Так держать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин